Приветствую вас! Для начала давайте мы с вами попробуем сказать так, что вот первый эксперт, который вам ответил, говорил про самооценку и про способы понятия этой самой самооценки. В этом эксперт был прав, потому что вы по какой-то причине считаете себя хуже других людей, вы по какой-то причине считаете себя неполноценным, вы считаете, что вы не такой, как все, что на вас обращают внимание больше, чем, ну, например, на кого-то другого. Соответственно, вот это вот ваше восприятие окружающего мира, оно весьма и весьма неправильно. У этого могут быть совершенно разные причины, к большому счету это пережиток детского эгоцентризма, когда человек полагает или считает, что именно он центр вселенной, именно он является центральной фигурой в восприятии. себя и окружающих, и дальше помыслить может о том, что, ну, кроме него могут быть другие люди. Как правило, именно подобное отношение, именно подобное восприятие самого себя происходит из детско-родительских отношений. То есть именно родители по началу не додали вам некоторых вот моментов, связанных с самолюбием, с поднятием самооценки, самодостаточности и так далее. И в этом контексте, из-за того, что вы вот этого от родителей не получили, вы остались на том самом уровне. То есть, как вот раньше ребенок считал, что он, есть только он, это такой естественный, здоровый, детский эгоцентризм, так и сейчас вы, в принципе, тоже считаете, что на вас все обращаются внимательно, потому что вы недополучили, возможно, вот этой вот родительской любви, родительского понимания. Либо, чересчур много, его на себе испытали. Как не парадоксально, и как не печально, но перекос в какую-либо сторону, в данном случае, То есть, либо перекос в негативную сторону по отношению к воспитанию вас, чувства самолюбия, либо перекос в сторону, наоборот, как бы в обратную сторону. Все это, так или иначе, негативно сказывается на вас. И это означает, что первое, что нужно сделать вам, это проработать детско-радительские отношения. Подумать и, может быть, дополучить то, что не дали вам ваши родители. Либо, наоборот, переосознать то, что они вам дали неправильно. Это первый и важный момент. Второй момент. Второй момент происсякает из того, что вы пишете по поводу своей неуверенности, от того, что вы людей сторонитесь и так далее. Здесь мне хочется вам сказать немножечко отдельно такую вещь. Что вам также коллега достаточно правильно написал, что вас ослуживают уверенность в себе. Эта уверенность в себе вполне воспитывается, вполне повышается. Через что? Через понимание своих слабых сторон и их купирования. Какие-то свои слабые стороны вы в себе, вероятно, не принимаете. Какие-то негативные из своих аспектов вы отказываетесь себе принимать. И из-за этого вы чувствуете себя недостаточно достойным по отношению к другим людям. Скажем так. Соответственно, чтобы этого не было, вам нужно повышать свою амортизацию. Это следующий важный момент. Теперь дальше. Но, откровенно говоря, вы испытываете страх. И понятно, что от самого страха вы вряд ли куда-то сможете деться. Страх – это мистическое представление об окружающем мире. И то, что вам нужно сделать в данном случае – это использовать некоторые подходы в работе со страхом. Какие, например? Ну, прежде всего, я думаю, что именно в вашем случае будет достаточно эффективен способ, при котором вы сможете как бы постепенно определить для себя, когда начинается ваш страх. То есть, когда вы начинаете его испытывать, когда вы начинаете его ощущать, при каких обстоятельствах. И вот вы, например, говорите, что вы адаптировались в группе своих одногруппников. То есть, у вас в общем и целом это получилось адаптироваться. Но вам потребовалось прикол на это. Наедине с собой вы дальше чувствуете себя раскованным. Хорошо. Теперь давайте подумаем. Вот, предположим, что вы находитесь наедине с собой, и предположим, что в комнате находится, например, ваша мама. Вы будете смеет чувствовать себя раскованным? Вопрос на самом деле очень важный. Пусть он не кажется вам каким-то, там, знаете, праздным или каким-то глупым. Это на самом деле очень-очень важно. Зашла ваша мама, стали ли вы испытывать сководность, ту самую, о которой вы пишете? Если нет, то кто еще может войти в комнату, чтобы вы не испытывали страха? Предположим, что это будет, ну, допустим, какие-то люди вам знакомы. А что будет, если вы встретите людей, которые вам не знакомы, но среди вот этих вот людей, знакомых вам? И это очень важный момент. Вам нужно определить ту грань, когда начинается ваш страх. И постепенно расширять свое комфортное состояние. Своё, скажем так, ну, вряд ли это будет спокойное состояние, потому что вы будете чувствовать, что есть незнакомые люди. Но среди знакомых. И вы будете испытывать, скорее всего, тревогу. Такое, знаете, смутное беспокойство вы будете испытывать. Значит, а вот это то, что вам нужно сделать. Это такой вот метод борьбы с астратом. Такой вот подход. Он вам поможет как-то вот определить для себя, как бы, чего же вы боитесь, и научит вас, если вы, конечно, будете соответствующим образом к нему подходить, то он, по-моему, поможет вам избавиться постепенно от этого страха. То есть, объективно, страх, он, вот, сам до себе не уйдет. Вас в детстве что-то напугало. Напугало вас, суть по всему, очень сильно. А может быть, удастся вспомнить, что именно вас напугало в детстве. Может быть, нет, это, знаете, как, если получится вспомнить, то это хорошо. Но вопрос, да, а что делать, если вот не получится, вы можете совершенно резонный вопрос задать, что будет, если не получится вспомнить. Соответственно, я думаю, что в этом случае и поможет этот подход. Вообще говоря, не лишним будет немножечко поговорить и о том, как устроено общество. То есть, почему вы считаете, что все смотрят на вас? То есть, чем обусловлено такое вот восприятие людей? Знаете, если человек, вы знаете, говорят, на баре шапка горит. А если человек воспринимает себя как-то с трудом, то есть, какие-то вещи в нем самом ему кажутся плохими, там, недостаточно хорошими, то он, зная их и не принимая их же, ну, с большей долей вероятности, будет чувствовать и ожидать подсознательно, что кто-то ему об этом скажет. Просто потому, что человек сам в себе не уверен. И по-другому быть не может. Ну вот, предположим, что мы все-таки разобрались с вами в этот момент, да, что вы более в себе уверены стали, предположим, что вы, там, какие-то вещи в себе приняли и так далее. Предположим, что с этим вы достаточно хорошо справились. Теперь вам осталось понять, как работает общество. То есть, причину того, почему вы думаете, что люди на вас обращают внимание. Что заставляет вас так думать. Что заставляет вас считать, что люди, ну, скажем так, думают о вас и стараются обсуждать, хотят обсуждать вас. А почему вы, например, не считаете, что им, вообще-то говоря, все равно, что у вас происходит, почему вы не думаете, что им, их не интересует то, что с вами, там, происходит и так далее. На самом деле, людей интересуют только они сами. Это то, что вам можно сделать вообще своей краеугольной мыслью. Людей интересуют только они сами. И волнуют их тоже, только они сами. Не кто-либо еще. На кого-то другого они обращают внимание только тогда, когда этого другого человека можно использовать для, ну, условно говоря, для, знаете как, для самоутверждения, например, для подчеркивания какой-то вот своей черты характера и так далее. Если человек над вами, например, насмехается, или если человек как-то вот негативно на вас, ну, проявит свою энергию, то вам нужно здесь понимать, что это его проблема. Это не ваша проблема, а его. То есть, по сути, мы здесь говорим опять о эгоцентризме. Если человек, какой угодно человек, говорить, например, что вот так и так вы, там, допустим, плохой, вот вы, ну, просто плохой человек, да, он говорит вам, что вы, там, такой, щекой, вообще нехороший, вот. Если такое происходит, то простите, сразу спрашиваем, что заставляет его так говорить, что заставляет его выращать именно такую эмоцию, а не какую-либо другую. И это всегда, это всегда без, вот, совершенно без каких-либо исключений, уж, не знаю, к счастью или к сожалению, ну, вообще-то, скорее всего, к счастью. Это всегда означает, что у человека, который, который так говорит свои проблемы, и если вы всегда так будете анализировать то, что происходит, и всегда будете искать причину негатива по отношению к себе, не в самом себе, а в людях, если вы будете делать так, то вам будет значительно легче, как бы это сказать, сталкиваться с возможной реакцией на ваше поведение. Но пока вы боитесь ведь даже не того, что вам кто-то скажет, что вы там, вот, что-то, ну, плохое сделали. То есть, по факту, ничего еще не произошло. А вы очень больше боитесь. Здесь вам поможет такой, ну, я бы сказал, подход. Здесь вам поможет такой подход. Когда и если с вами еще ничего не произошло, плохого и дурного, спросите себя. Вот то, чего я боюсь, случилось или нет? Если нет, значит, бояться нечего. Пока. Ведь этого еще не произошло. Вот когда и если случится, тогда да, можно будет говорить. Но пока не случилось, не нужно себя накручивать. Приучитесь, приучитесь, постарайтесь приучиться, а вот давайте себе постоянно такой вопрос. «Случилось ли то, чего вы боитесь?» И если нет, то значит, бояться нечего. на этом, я думаю, можно закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok